США объявят о дополнительных санкциях против Ирана, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми. Причиной принятия данного решения Белый дом называется сотрудничество Тегерана с Москвой, а именно поставки в Россию оружия, используемого на войне с Украиной. В частности, как отметил Блинкен, санкции затронут авиакомпанию Iran Air. Американский дипломат напомнил, что нынешние иранские власти заявляли о стремлении согласовать снятие со страны иностранных ограничительных мер, но не выполнили необходимых для этого условий. Блинкен подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Тегерана является угрозой европейской безопасности. Для ведения войны против Украины президент России всё чаще прибегает к помощи Ирана и КНДР. Речь идёт о поставках оружия, которые нарушают многочисленные резолюции Совета безопасности ООН. Тегеран уже давно поставляет Москве беспилотники. Иран построил завод по производству беспилотных летательных аппаратов в России, где обучает российский персонал управлению ими. Это даёт русским дополнительные возможности и обеспечивает им дополнительную гибкость. У них уже есть баллистические ракеты. Но иранские ракеты, которые они получают, имеют определённый радиус действия. Это означает, что Россия сможет направлять свои баллистические ракеты на более дальние цели. Таким образом, это увеличивает их потенциал и разжигает войну. Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми в ходе пресс-конференции объявили о совместном визите в Украину на этой неделе. По их мнению, это продемонстрирует солидарность с Киевом. Блинкен подчеркнул важность визита в Украину в критический момент. Госсекретарь США добавил, что Россия усиливает свои атаки на украинские города, людей, на энергетическую инфраструктуру. И всё это в преддверии самых холодных месяцев года. Также в ходе встречи в Лондоне был затронут вопрос возможности разрешения Украине наносить удары по российской территории западным оружием дальнего радиуса действия. «Мы наблюдаем тревожную картину усиления поддержки Ираном Кремля. И сегодня мы обсудили наше общее стремление привлечь Тегеран к ответственности за подрыв глобальной стабильности. На данный момент ведётся разговор о возможности разрешения Украине наносить удары по российской территории западным оружием дальнего радиуса действия». Президент США Джо Байден планирует обсудить этот вопрос с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Выступая в Лондоне, глава американского внешнеполитического ведомства также сказал, что Москва делилась с Ираном технологиями, в том числе по ядерным вопросам. О том, что Иран уже передал России ракеты для возможного использования в войне против Украины, на прошлой неделе сообщили со ссылкой на источники The Wall Street Journal и CNN. Позднее Associated Press передало, что США уже проинформировали своих союзников о уже состоявшейся передаче Тегераном российской стороне баллистических ракет малой дальности. Официально Исламская республика это отрицает. Эльнур Гаджиев, CBC